Я сейчас кое-что зачитаю. Это, я думаю, будет очень интересно всем советникам и тем, кто наблюдает за заседанием муниципального проекта. У меня просьба, чтобы вы для начала прокомментировали то, что вы услышали. Я все чаще и чаще получаю бумаги. Некоторые сначала это были анонимные бумаги, письма. Сейчас уже письма за подписью некоторых работников, да, муниципальных предприятий, которые не скрывают. Значит, вот пишет один из работников. Значит, довожу до вашего сведения ситуацию, сложившуюся на предприятии МГБСУ в январе месяца 2020 года. Когда была комиссия из Кишинева, проверяла километраж на автомобиле и путевом листе техники предприятия, я обнаружила километраж на «Леномастер-Катафалк» 648 километров. После этого комиссия вызвала меня к себе как временно исполняющего обязанности главного механика и спросила, почему такое распространение. Я ему рассказал, как же было, что указание получила главная инженера Пасечняка Наталья Ивановича записать топливо на данный автомобиль, поэтому и получил такое распространение. А топливо в данный автомобиль не было направлено, кто нам ушло, я не могу знать. После этого главный инженер начал всячески препятствовать моей работе, да и в целом, а делал главный механик. На планете, который проходит каждое утро перед работой, он заявил, что должность менеджера по транспорту, на которой я нахожусь, в данный момент он сократит, так как менеджер по транспорту ничем не занимается на предприятии. Также хотел бы вам рассказать о том, как главный инженер Пасечняк АИ пользовался служебным полномочиям летом 2019 года, а именно в июле месяце. Главный инженер каждый вечер заезжал на заправочную станцию, где заправлялась автомашина-пылесос ГОРО. Это та, которую я подогнал, да, Саняшин? Значит, ГОС-номер ХАШ-АЙ-894 заправлял свой личный автомобиль. Видеодоказательства предоставляю вам. Также на ТАЗС с этой же машины заправлялся его главный механик Торчук-Горго. В конце июля, начале августа, когда муниципальный совет утвердил Пчелунадзор с администрацией Торчук-Горго, господин Пчелунадзор попросил меня к культурному идти, занимаемому индустрию. То есть, короче, дальше я пока не буду. Значит, это пишет менеджер по транспорту, человек по фамилии Кузга. Значит, у меня не сохранилась эта случайная проблема. В этом видео я вам могу сказать, что видео в том числе я. Там что? Главный инженер, насколько мне там проявлено, у него там автобусы или маршрутки, что-нибудь я делаю, а? И он свои автобусы заправляет соляркой, дистопливом муниципального предприятия. И списывает это все. Вам известно об этих случаях, там дальше продолжать не будут. Значит, дальше, то есть тут то, что происходит постоянно. Там, я восстанавливался в январе месяце. Главный инженер позвонил, попросил заправочную карточку, чтобы заправить свой автомобиль. О, прислал ко мне градиолиста, чтобы я мог у него резать 160 литров дизель, экстра, так и т.д. Вам известно об этих случаях на предприятии? Можем из микрофона. Значит, первое, то, что написано в начале, первый вопрос о том, что... Получить громче. Да, давай. Надо берем микрофон, чтобы все слышали. А он не работает. Значит, первое, что по поводу Рено, честно говоря, до проверяющих мне было неизвестно, что предпринято создана комиссия на все замечания, которые были сделаны. Водитель, который допустил приписку, получается 608 километров, это сколько написано. Значит, он возместит в кассу стоимость этого топлива. То есть, это его желание было. А остальной материал готов. Что значит возместит в кассу? Причем тут возместит в кассу? Если этот человек, я сейчас говорю про главного инженера, значит, да, он дает такие поручения. А какие возмещения? Оформить все материалы в прокуратуре. Вам известно, что есть видео, где заполняется, по документам заправляется машина-пылесос-фольво, а он параллельно, они вынимают пистолет из бака автомобиля, переставляют сзади в свою машину, а дальше счетчик идет на вольт. Ну, то есть, как бы, вам известно об этом случае конкретно? Да. Известно. Да. Пожалуйста. Значит, я завтра же приеду к вам на предприятие. Привет главному инженеру. Материал в прокуратуру, в полицию. Чего? Вообще страх материал. Ему не хватает, чтобы зарабатывать на автобусах и зарабатывать, заправлять транспорт за счет муниципального предприятия. Как собаку завтра, просто приду из-за душу, понимаете? Ну, да. Да нет, ну, при чем тут, ну, да, по полу, мальчат. Это система просто. Это система остановок у вас, то да. Доктелеска, автокетика, алицентрику, перманент. Поясните, значит, от всех участников. Завтра я хочу увидеть пояснители записки. Значит, не пояснители записки, а объяснители. И того водителя, который там прибавил километры. И, то есть, всех. Всех, которые участвовали в этих, назовем их, мероприятиях. Понимаете? А какой наказать? Тут не наказывают, тут раздельно у меня полыше. Спасибо за просмотр. Господин Клавович, а я напомню, вы наказали водителя, но никаких санкций не применяли к инженерам. Нет, подождите. Одну минуточку, я нормально ответил. Создан приказ, создана комиссия, которая проводит расследование всех этих случаев, которые были сейчас сказаны. Будет принято решение, но водитель, который писал объяснение Министерством финансов, ревизором, он написал, что он признает то, что он причастен к этому и готов возместить эту сумму денег, которая превысила 600-700 километров. Это я и сказал. Это его желание, я не могу ему заплатить. Потому что, если он не заплатит, то, конечно, у него будут уголовные дела. Но я тоже. Я, значит, завтра могут присоединиться в советники, и я не буду пойти туда, потому что я не успел. Я думал сначала пригласить эту человека, просто я беру сначала, а тут уже пишут люди, не скрывать свой должный свой телефон, вот видео-доказательства есть и так далее. То есть мы вообще где живем и чего мы ждем. Завтра всех этих великих заправщиков, и не заправщиков тоже собирать, но завтра я хочу видеть объяснение. И в первую очередь, главная женя. А потом я его познакомлю с тем, которые напишут заявление в полицию в какой-то. Спасибо. Следующий. Госпожа Зубедина. Нет. 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 Плохо стало. Нет. Да. Послушайте. Послушайте. Значит, есть представитель АПО-канала? Не сможет по телевизору. Правильно. Не, они не смотрят по телевизору. У них на АПО-канал, хочу вас проверить, вы рады советники, дорогие девчане. Два-три раза в неделю на рабочий день заканчивается руководство в три часа дня. Директор АПО-канал, значит, иногда главный инженер. Значит, какую должность там занимает Береза и вторая программа? А? Это Береза. А Больденский отдел? А? В Больденском отделе, я не знаю. Окей. Не звонят люди. Боятся звонят с открытого телефона. Наше руководство со всеми перечисленными накрываются как свиньи, плюют в коридорах. Их выносят на руках с кабинета. И это видят простые работники, которые сидят просто в шоке. И это наше общество правильных алкоголиков. Я не приведу клинику доктора-майора. Я куплю всем туда путевку. Просто мне звонят люди взрослые, плакают в 50 лет. Пожалуйста, уберите от нас всех этих дебилов алкоголиков. Их не обвиняют, что они крадут. Они, говорит, просто нажираются как свиньи. Люди утром идут на работу, а наши выносят. Причем комплектом. Они, видно, в кодексах неразглашения. Поэтому бухают дружно. Всем руководствам. Значит, я отправил туда людей пять лет. Просто я не взял. Просто, говорит, пожалуйста, сделайте что. Потому что, видите, на Узубениных друзьях нету. Ни Узубениных друзей примали. Ни у экономиста, ни упланового дела и так далее. Объяснительные от... Николая Николаевича. Муниципальное предприятие «Ваша сфера» завтра утром. Объяснительные от Зубениной, от главного инженера, от энергетика, от абонентских дел. Потому что их было четыре, как бы, дружных человека. Сейчас там, как бы, больше всего три. Просто люди, когда звоните через 50 лет, говорят, я боюсь вам дать свой номер телефона. Вот вы сейчас поинтересуете, что здесь происходит. Потому что я боюсь... Вот она говорит, что она там с партией, не с партией. Нет никакой партии и так далее. А вот с алкоголиком я зарегистрирую. Как бы зарегистрирую. Возможно, получит какую-то сумсидию. Возможно, мы с вами совет выделим. Маркир свьется на лечение, что-то выделим. Просто это не смешно, когда... Это ЧП, которое, как бы... Тут, оказывается, еще кто-то, некоторые знаете, начинает поднимать эту ситуацию. Но как-то все по-тихому молчат. Поэтому не будет никаких поблажек. Не важно. Если это варьё позволяет себе одесса, отправлять свои автобусы и машины. И есть видеодоказательства даже заправлены. Другие там устроили буржок. Готовятся, как я сказал, в клинике доктора майора. Не просто... Я извиняюсь перед работниками муниципальных предприятий. Муниципальных предприятий по каналу. За возможность запоздал мед. Завтра я туда также приеду и встречу. Потому что все люди просят. Говорят, пожалуйста, только встречайтесь с нами без начальника. Муниципальных предприятий. Да. Ситуация действительно такая серьезная. И, насколько мне известно, она появилась не вчера. Эта проблема уже есть на протяжении... Да, так это приобретение. Это приобретение. Сейчас наконец-то появились те люди... Наконец-то появились те люди, которые подняли эту проблему и донесли ее до вас. И вы сейчас ее решаете. Но хотелось бы напомнить, что данные директора и работники этих предприятий уже работают 3-4-5 лет. Да. То есть очень странно, что за все это время мы не смогли выявить этих нарушений. Но послушайте, мне представили. Я вот сейчас единственное, что добавить к вашему. Я сейчас обращаюсь к работникам и этих муниципальных предприятий. То есть всех остальных, ребята, не надо бояться и думать, что кто-то будет кого-то покрывать и так далее. Может быть, до вас дошло раньше, как вы говорите, да? То есть я наблюдаю за этой ситуацией. Сижу в засаде неделю, честно скажу. Последнюю. Просто об этом говорить уже не месяц и не... Хорошо. Что вам мешало это... Вы что же в городе находитесь? Мы об этом говорили. Вы уже не понимаете, что на муниципальных предприятиях все в порядке. А если на муниципальных предприятиях вот такие вот течения, как вы говорите, что это не доработка, позволяющая в органах и море. При выборной кампании это тоже было. Послушайте. Ребята, давайте говорить то самое, контролирующий орган. Вообще учредитель муниципальных предприятий, да? И я просто помню, что было с увольнением некоторых товарищей, когда как бы не могли этого сделать. Если есть проблема, я ее признаю. За что идут по пути, что я кого-то покрываю или так далее. Я наоборот говорю о том, что ответят все и не важно это должность главного инженера или директора муниципального предприятия. И вот я встречусь сначала с коллективом в Горсовушку по нему. Все материалы идут в генпрокуратуру, в полицию и так далее, потому что ничего себе придумали без носок себе. Понимаешь? То есть все это там сидят, думают, к маме приходит, вот выжгинит, коток уже на 10 тонн и так далее. Я не вижу проблемы, чтобы либо муниципальный прокурат, либо мы, как муниципет, создали какой-то комиссия действующих клина, чтобы мы могли сделать этим инженерам, этим людям, которые нарушили, не только инженерам, но и всем людям, которые делают нарушение, сделать наустрали и пойти по закону и уволить их потом по статье за нарушение. Потому что сейчас пока опять дела будут... Правильно. У вас уже есть такой прецедент с... Правильно. Увольнять мы будем правильнее. Я говорю о том, что... Но за алкоголизм пока еще у нас нет. Но это выковы. А? Это выковы. Это не выковы, это, если имеют сути, уже должны сегодня вечером сами написать давление. А по бокам. А я говорю про... Про оперативные средства и мероприятия, обращение правоохранителей органов КЦ, но там, где уже, ну... В Хищенье, где Бручье. А можно делать сюда? Контролирующий орган, на самом деле, на припарах появится. А что, тем же, мой, под Сергеем, есть артипы у ШАПС, предзащитный ветер, который верил на статут ОМС, в область. На Санкт-Петербурге. На Санкт-Петербурге. На Санкт-Петербурге. На Санкт-Петербурге. там долин с облит remained. Правильно? Да. И Дарусу, там, сегодня, появится…. То есть будет обминс meidän совет и так далее? Да, в Ниньюсер от меня ничего. Да, процедуры нужно соблюсти, чтобы потом, через суды, мы не бели особенно головные боли. Но мне просто стыдно, потому что если, если ситуации разные, нельзя сравнивать Дарсу и Аплакал-венцев, Но жестко надо реагировать на одно и другое. Я отправляю, а то вот ваших коллег попросил, просто до кого дозвонился, потому что время было печальнее. Я говорю, пожалуйста, съездите срочно на АБ-канал и откройте кабинет директора, то есть вызовите там секретаря, ускорую ключи. Отправлено на АБ-канале и не пускать советников. Значит, муниципального советника не пускают на территорию, по видеосвязи набирают по мне. Нет, товарищ Александр, никто не зайдет. Мне нужна команда, не директора, главная инженера. Команда главная инженера Калитон, Беладусу, Берусаржека, дела Мумера, Кангуме, Асанадышева, как я вот здесь. Вас на святого широкие ушли, нет, нельзя. А с беденами надо действовать, по-другому. По-другому.